Учение Господа Капилы, Сына Девахути Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарьи Основателя Международного Общества Сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст Слушайте продолжение шестнадцатой главы. Духовное богатство чистых преданных. Бхактия – это единственный путь к постижению Бога. Все попытки постичь Бога усилиями собственного ума обречены на неудачу. Они сродни попыткам колодезной лягушки представить себе Атлантический океан. Как-то к лягушке, которая жила в колодце, прискакал ее приятель. «Послушай-ка», – сказал он, – «я видел Атлантический океан». «Что такое Атлантический океан?» – спросила лягушка. «Атлантический океан – это огромный резервуар воды», – объяснил друг. «Неужели он больше этого колодца? Какая у него глубина? Метр? Три?» Рассуждая о Боге, мы уподобляемся этой лягушке. Чтобы постичь Бога, нужно слушать, что он сам говорит о себе. Представьте, что у вас есть сосед – очень богатый, влиятельный, сильный, умный и красивый. Можно сколько угодно судачить о нем у него за спиной, но так и не узнать, насколько он богат. Если же мы подружимся с ним, он сам расскажет все о себе. Только человек с психологией колодезной лягушки станет пытаться постичь Бога с помощью воображения. Наше воображение ограничено, а чувства несовершенны. Существует только один способ приблизиться к Богу – бхакти-марк, в основе которого лежит смирение. Нужно просто смиренно молить Кришну. «О, Кришна, я не в силах познать Тебя. Прошу, объясни, как мне сделать это?» Именно с такими словами обратился к Кришне Арджуна, и Кришна поведал ему о своих богатствах. В заключении он сказал, «О, Арджуна, я могу без конца говорить о своих сокровищах, не описав и малой доли того, чем обладаю. Чтобы не говорить долго, я скажу, что все мироздание держится на моей экспансии, наделенной лишь малой частицей моего могущества». Бхагавад-гита, глава 10, текст 42. Словом «джагат» называют бесчисленной вселенной, составляющей материальный мир. И Кришна, в виде своей частичной экспансии Маха-Вишну, создает и поддерживает миллионы таких вселенных. Это подтверждают многие ведические писания, в частности, Брахма-Самхита. Брахмы и другие полубоги, правящие в материальных вселенных, появляются на свет и спор трансцендентного тела Маха-Вишну и живут в течение того времени, пока он делает выдох. «И этот Маха-Вишну является частью полной части предвечного Господа Говинды, которому я поклоняюсь». Глава 5, текст 48. В Брахма-Самхите собраны молитвы Господа Брахмы. Путешествуя по Южной Индии, Шри Чайтанья Маха-Прабу обнаружил список этого произведения в храме Ади Кешевы и сам переписал его, признав тем самым авторитетность Брахма-Самхиты. В те времена еще не было печатных станков, и все важнейшие произведения ведической литературы переписывались вручную. Рукописные книги стоили дорого, поэтому найти их можно было лишь у очень образованных брахманов. Этим книгам поклонялись в храмах как божествам. Одним словом, они были большой редкостью. С появлением печатного станка все, конечно, изменилось, но мы должны всегда помнить о том, что грандхи, священные писания, следует почитать так же, как самого Бога, ибо они являются литературным воплощением Господа. Необходимо понять, что Бхагавад-Гита и Шримад-Бхагаватам – необычные книги, поэтому мы должны заботиться о них так же, как заботимся о божествах. Вернувшись из Южной Индии со списком Брахма Самхиты, Шри Чайтанья Махапрабу вручил ее своим ученикам и объяснил им, что в ней кратко изложены все основные положения Веданты и Шримад-Бхагаватам. Мы считаем Брахма Самхиту авторитетным писанием, поскольку ее авторитетность признавал сам Шри Чайтанья Махапрабу. В этом стихе сказано, что преданные равнодушны даже к райским наслаждениям. Обычные люди мечтают попасть на райские планеты, чтобы получить неограниченные возможности для удовлетворения чувств. Для достижения этой цели они совершают жертвоприношение, ягьи, и занимаются благочестивой деятельностью. Раздел Вед, в котором описаны такие жертвоприношения, получил название Кармаканды. Попадая на райские планеты, живое существо имеет возможность больше наслаждаться и дольше жить. Обитатели райских планет владеют несметными богатствами и проводят время в обществе прекрасных женщин в тени благоухающих садов. Все это вполне достижимо, но преданный равнодушен к этому. В Бхагавадгите Шри Кришна говорит, все планеты материального мира от высшей до низшей являются юдолью страданий, где повторяются рождение и смерть. Нигде во всей Вселенной живое существо не может жить вечно, даже на Брахмалоке, планете Господа Брахмы. Зачем же преданному стремиться туда? У него только одна цель – Шри Кришна, вечный повелитель мира. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта, с вами Прабхупады, учения Господа Капилы, сына Давахути, слушайте в нашей следующей передаче. Харе Кришна! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова